Всем привет! Вас приветствует развлекательный канал VideoChannel47. Меня зовут Влад. И сегодня мы продолжим проходить карьеру за испанскую, точнее даже каталонскую команду Барселона в игре PES 2014. Так, поехали. Скажу лишь одно. Я каталонское дерби просто просимулировал. Вроде бы мы там выиграли 3-1. И уже мы на 19 месте. Аякс, как я вижу, тоже не блещет. Он на 9 месте в эродивизии. Вроде бы так называется данный чемпионат. Ну и давайте играть. Как вы уже знаете, Аякс, ну или не знаете, но я вам все равно попытаюсь это донести. У Аякса куча, просто россыпь молодых талантов, которые нам будут противостоять. Ну а сейчас можно уже приступить, собственно, к матчу. Так, Неймар на Инъесту. Инъеста. Сергио Бускец. Даниэл Алвес. Пуёль. Перепасовки в центре. Так, Пике. Даниэл Алвес. Так, Пике повыше, подальше. И что же у нас? Байльсен. И мяч все-таки у Вермеера. Так, Вермеер на Вандерхорна. И атака развивается через правый фланг. Так, это Эриксон. Довольно-таки опасный футболист. Вот его нужно бояться и стоит бояться любым командам в Европе. Так, Фабрегас. Но его уход вправо ничем не завершился. И атака также завершилась. Так, это уже Пике. Он набирает скорость, набирает обороты. Но это также ничем не завершилось. В принципе, как и проход Цеско-Фабрегаса. Так, Пуёль на Месси. Месси. Кидает мяч Месси. Немножко ему даже помогают в этом. Так, пас на Неймара. Нет ли офсайда? Офсайда нет. Неймар подает. И кто же у нас там? Там был Ингеста. Там действительно был Ингеста. И было там очень жарко. Так, Ингеста догоняет мяч. Но он только пытался это сделать. Так. Хорди Альба. Или как его еще называют на испанский манер Жорди. Будет вбрасывать и за боковой. Так, Пике. Вроде бы пока все спокойно. В центре обороны. Так, Дани Алвес. Молодчина. Убирает само еще раз. Еще раз. Так, и передача на Месси. Месси один на фланге. И довольно-таки опасно. Он пытался обострять. Но, как вы знаете, пойдешь на троих. Очень мало будет шансов у тебя обыграть их всех. Как-то так. Ну, ладно. Давайте дальше играть. Пуёль с мячом. Пуёль летит. Пуёль бежит. Это Неймар. Неймар. Так. Пас на Ингесту. Ингеста догонит. А Ингеста-то фалит. Да, ребята. Вот так вот. Из-за такого вроде бы казалось бы, так скажем, не... Серьезного подката. Ингеста наносит травму. Это во-первых. И во-вторых, он получает карточку. Вот так вот. И давайте... Ну вот, собственно, повтор. Кстати, может, задел мяча. Я, конечно, точно не скажу. Но... Судьи... Даже судьи из ПЭС. Они, так скажем, более, я думаю, правильные. Будут судить, чем я. Опасный Ингесту, Неймар. Опасно. Было действительно опасно. Хави бежит. И прессингует игрока. А вот. Разрезной пас на Эриксона. Так. Джорди Альба. Это Вальдес. Вальдес над Дани Алвесом. Дани Алвес набирает скорость. Которая, в принципе, ему помогает довольно-таки часто. Так. А что у нас здесь? Здесь еще одна передача. И само бежит! Само Эриксон удар! Да. Только Бог спас нас в данном случае. Так как ничего другое не могло нас спасти. Какое-то чудо, может быть. И это чудо, увы, было на нашей стороне. Судьба явно не одарила Аякс в этом матче. И мы должны рвать и метать. Давайте, ребята, пойдем вперед и попробуем наказать этот наглый Аякс. Так, это Польсен. Джорди Альба Эриксона-то не накрыл Эриксона-то кедушечка. Так, опасно! Вот, про что я вам и говорил. Это Эриксон, новая звезда. Еще, конечно, рано говорить о легенде. Но, по крайней мере, звезда датского футбола. Да и вообще мирового футбола в целом. Так, это Леонель Месси. Когда он с мячом, всегда опасно. Лео Месси. Так, Месси обыгрывает. Месси проходит. Месси убирает. Трое их практически. Одним кинтом он убрал. И здесь что у нас? Страфной. Так, вроде бы в ногу уйдет. Ударил. По крайней мере, по первому повтору показалось, что удар был в ногу. Так, Пике. Болисен. Болисен. Передача на само. Само удар. Рядышком со штангой. Мяч пролетает. Разрезной пас на само. Но и такие моменты в большинстве случаев тоже забивают, в принципе. Как и момент Эриксона. Но об этом попозже, я думаю. Все-таки, когда нам залетит. Ну, а сейчас мы еще держимся на плаву. Держимся довольно-таки хорошо. Местами даже атакуем. Конечно, гроза наших атак это Лео Месси. Но Неймар с Иньестой также довольно-таки хорошо поддерживают атаки, контр-атаки, все наши наступления. В общем. Так, Де Йонг. Болисен. Неймар. Подкат в молоко. Явно так. Де Йонг. Де Йонг. Это Тике. Пас на Неймара. Неймар бежит. Неймар пас вперед. Это Месси. Месси. Удар. Тащит Вермеер. Опаснейшая атака Барса могла обвенчаться голым. Но этого не произошло. И счет после первого тайма 0-0. Так, ну а мы приступим ко второму тайму. Он, я думаю, будет более насыщенный. Событиями более интересный, нежели первый. Хотя и первый довольно-таки хороший был. Довольно-таки мне понравился. Мы могли открыть счет, но Вермеер затащил мяч. Можно и так сказать. А вот эта ошибка от Пике. Он же ее будет исправлять. Он же ее исправил. Так, ну атака продолжается. Бой Лисен. Пике. Пике. Дани Аудес. Так, пас на Месси. Месси. От Болисона убегает. Пас на Неймара. Неймар держит мяч. Опасно. Он держал мяч. Довольно-таки опасно. И... Что у нас здесь? Что у нас здесь? Он все-таки хорош в скоростных качествах, но ему не хватило чего-то, чтобы убежать. Так, а тут Фабрегас пытался наверстать. Стойте, стойте, Неймар! Это было опасно. И какое падение совершил Неймар, врезавшись в вратаря. В принципе, довольно-таки интересно получилось. Так, как Фабрегас. Форди Альба. Так, пас. На кого это пас? Не поймешь, на кого отдавался данный пас. И... Угловой. И подает его тот же Датчанин. Эриксон. Так, удар. Здесь Вальдес. Вальдес на высоте. Так, ну что же, еще один угловой. Все от того же Эриксона. Да, действительно, так. И... Так, Неймар прокинул мяч, но убежать... Убежать у него не получилось, ребят. Вот так вот. Такое развитие событий намечается. Так, Фабрегас. Сеск Фабрегас. Перевод на Дани Альвиса. Дани Альвис убирал Эриксона. Вроде бы убрал. Или это Польсен был. Возможно, это был Польсен. Вроде бы тоже Датчанин. Если я не ошибаюсь, конечно. Так, Сеск Фабрегас. Пытался между ног Польсену послать мяч, но ничего не получилось. В таких случаях я говорю, что атака остановилась на корне своего развития. Так, это Жорди. Жорди Альба. И теряет мяч. Шоная бежит. Шоная. Шоная. Так, давай. Что ж ты будешь делать? Шоная. Так, Шоная. Опять-таки он. И нет, ребят. Нет мяча. В сетке его не должно было быть. Его там и нет. Да, жалею я про то, даже скорее всего, о том, что Месси не забил мяч в конце первого тайма. Он мог, конечно, нам помочь стать каким-то фундаментом в нашей игре. Так, это Месси, Наймар. Так, Наймар убирает игрока, но ничего не получается. Так, Альдер Вейн. Вроде бы он. Или Альдер Вейер. Вот такие вот трудные голландские, бельгийские фамилии. Еще довольно-таки трудными являются фамилии жителей Исландии. Всякие Сигурсены, Гуд Йонсены живут в данной стране. Так, а вот пас на Наймара. Наймар на Иньесту. И что же Иньеста? Иньеста отдает мяч, конечно же, в молоко. Так, это Журди Альба. А вот Вандер Хорн не дает мячу дойти до Наймара. И что же Аут за Яксон, да. Так, а здесь сильный пас Ньеста на Лео Месси. И что же у нас такое здесь? Какие-то непонятные передачи в центре поля. Что-то вообще непонятное творится. Но вот вроде бы все прояснилось. И Буриктер выходит, по крайней мере, выходил на ударную позицию. Он финтит. Финтит пытается обыграть Месси, но все его попытки, увы, заканчиваются ничем. Можем еще пропустить, но я в это уже не верю. Вот и все, хресток главного судьи матча. 0-0, ничья. Накампнулся Яксон. Так, ну а я также хочу просимулировать другие матчи. Допустим, матч Кубка Испании. Ну, мы с двумя очками довольно-таки хорошо, так скажем, конкретно, пока попадаем в Лигу Чемпионов. Так, ну и давайте два матча Кубка Испании. Да, Кубка Испании. Просимулируем. Посмотрим, что у нас получится. Выиграли первый 4-2. Что у нас будет со вторым матчем? Вот это вот вопрос. Довольно-таки интересный. В принципе, понятно, что от нас путевка никуда не уйдет, но для интереса... Все равно она могла уйти. Проиграли мы 1-0 на выезде, но мы проходим... Так, куда мы проходим? В 1-4, наверное. Да, в 1-4. И я еще могу, конечно, с Гранадой и с Валидолидом просимулировать матчи. Они, так скажем, довольно-таки неинтересные будут. Я думаю, скучные. И вам их также будет смотреть неинтересно. Здесь в 1 калитку 3-0. Немного мы поднялись, немного очей набрали. И давайте еще немножко поднимемся вверх, выиграв такую команду, замечательную команду. Которая зовется Валидолидом. Тоже счет похожий, 0-3. Вот уже мы приближаемся к Реалу, но матч с Сибилей будет уже в следующей серии, ребят. Ну, а на этом все. До новых встреч на развлекательном канале VideoChannel47. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok